У меня сын пошел уже в первый класс, а до этого его вообще не было. В надежде мы с женой мечтали, что мы переедем в новую квартиру именно уже с рождением ребенка. Но он уже в школе учится, скоро в армию пойдет, уже придет и будет жить в этой квартире. Долевое строительство жилого дома по адресу улица Советская, 199,10 началось 11 лет назад. За эти годы большинство дольщиков выплатили полную стоимость своих квадратных метров. Дом должен был стать элитным, и потому стоимость квартир здесь варьируется от 2 до 3 миллионов. Честно говоря, уже слабо верить, что где-то что-то здесь будет стоять. Тут сделали зал, кухню, сделали гостиную, ну планировали сделать. Тут, соответственно, коридор, санузел, ну и вот спальня, детская спальня. Общая площадь тут с балконами, наверное, порядка 140 квадратных метров. В 2015 году одним из дольщиков дома стало строительное предприятие Александра Казакова. И первое, что пришлось сделать, заново заказывать проект. На его переделку и утверждение ушло еще три года. Из чего строился дом? Всего, все бэушное. Здесь сейчас все делается усиление. Вот этот проем будет закладываться. Здесь будет сеткой все обтягиваться, углом обтягиваться и делается тортирование. Это усиление. Бетоном все будет заливаться. После 2015 года вот этот дом находится на контроле, достроил. Находится на контроле администрации города Бейска, региональной администрации и государственной инспекции. Но, к сожалению, контроль есть, но помощь подрядчику в лице предприятия Апроматей, она, ну, я считаю, недостаточно для того, чтобы этот вопрос все-таки сдвинуть. Это с места и строительство началось наконец. Дольщики ждут поддержки и помощи от властей в части ускорения процесса проверки и приема документов. Ведь пока чиновники буквально исполняют сроки проверок и выдачи разрешений, дом продолжает разрушаться. А люди все вкладывают и вкладывают деньги. Вот и на новый проект снова скидывались. Многие, при том, люди, чтобы рассчитаться за эти квартиры, вот этот дом, в котором мы стоим, они брали кредиты, которые потом уже выплатили даже эти кредиты. И потом еще брали ипотеки, чтобы купить квартиру, чтобы было где жить. Понимаете, в чем дело? То есть и вот до сих пор вопрос так не решен. Сам же застройщик уверяет, что после приемки госинспекции проекта он сразу же начнет строительство и даже озвучил примерную дату сдачи – середина будущего года. Однако тот же признает, что этот срок будет выполнен только при одном условии – поддержке властей.